МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мэр города Малатия в Западной Армении Салхатин Гуркан объявил, что заявки на восстановление церкви Тахшурон по армянски каменный алтарь в центре города были одобрены Советом по сохранению культурного наследия и начался тендерный процесс. Церковь была построена армянами во второй половине XVIII века, занимает площадь 1335 квадратных метров и сооружен из камня. Реставрационные работы в церкви, начатые в октябре 2012 года, были остановлены в 2014 году. После землетрясения в силой 6,8 баллов в Харберте в Западной Армении 24 января Департамент по сохранению культурного наследия Тигранакерта и Департамент культуры и туризма провинции Харберта исследовали возможные исторически зарегистрированные сооружения на предмет возможного ущерба. В отчете, подготовленном после землетрясения, сообщалось, что многовековые исторические сооружения не были серьезно повреждены во время землетрясения. Примечательно, что построенные урарцами в VIII веке до н.э. крепость Харберт и 376 исторических и зарегистрированных зданий, включая предполагаемую 179-ю церковь Святой Марии, одной из старейших церквей в Западной Армении, также до сих пор они сохранились. 22 февраля в культурно-образовательном молодежном центре Ахлкиалаки состоялось мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. В ходе мероприятия были представлены предыстории празднования возданных хвала армянскому языку, а также процитированные слова великих армянских и зарубежных писателей об армянском языке. Воспитанники танцевального и песенного кружков посредством своих танцевальных и музыкальных представлений особенным образом вздохнули жизнь в это событие. 21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка был учрежден решением 30-й сессии геноконференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции, Германии, Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Мерки для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Сирийское правительство при поддержке россиян пытается освободить Идлиб с начала года последний крупный оплот контролируемой оппозиции. Турция со своей стороны поддерживает оппозицию Асада. В рамках официального визита в Армению министр иностранных дел Словакии Мирослав Лачек посетил мемориал геноцида против армян и воздал дань памяти святых мучеников. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации связям с общественностью МИД Армении. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лачек 24 февраля с официальным визитом прибыл в Армению. Каждый год в один и тот же день в февраля во всех населенных армянами городах Франции проходит церемония поминования Мисака Манушьяна и его боевых друзей. Чудом спасшийся от геноцида против армян Мисак Манушьян был героем движения сопротивления Второй мировой войны, лидером группы из 23 человек. Все они боролись против фашизма. Члены группы вместе с ним попали под немецкие нацистские пули 21 февраля 1944 года. В Марселе и Валансе были также проведены церемонии поминовения, на которых был установлен памятник на одной из площадей, посвященных герою и его друзьям. 48-дневный Великий пост начинается 24 февраля календарем Армянской апостольской церкви. Он начинается с самого праздника, который называется Бунбарекентан, армянской истинной масленицы, и продолжается до праздника воскресенья, Пасхи. Согласно Армян Пресс, во время поста используется исключительно пища растительного происхождения, отказаться нужно не только от определенных продуктов, но и от вредных привычек, обмана, лжи, ругательства и других грехов. Бесполезно отказаться от еды, не уступая от греха. 40 дней Великого поста символизирует 40-дневный период молитвы, поста и покаяния Христа в пустыне. За 40-дневным постом следует еще одна неделя поста, которая называется «Старшая неделя». Вот почему 40-дневный пост длится 48 дней. Рацион Вне Великого поста можно выбрать в соответствии с одним из трех дозвольных вариантов. Первый – обычный пост, когда нельзя есть пищу животного происхождения, за исключением меда. Второй – святой пост Сорбопах, который еще называют временем соли и хлеба. Как видно, кроме этих двух ингредиентов, пищу ничего не употребляют. Последний и самый тяжелый пост совпадает с крестовым в пустыне – это цом. Во время цома отказываются от еды и от воды также. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Водстан». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...